пока мы собирались и собирались собирались исполнить нашу прекрасную идею мы дождались минусовой температуры мы дождались снежка вот и теперь вот сейчас приехали в леруа докупить все необходимое и потом когда завтра мы уже стартуем на предпредподготовку к нашему строительству и во вторник через несколько дней уже отправляемся куда куда на речку саморезы для домика вот этой лопаткой как будто мандарины взвешиваешь алюминиевые агутты на брезентовом поле и лопатку забыла вернуть миш тебе трубы для чего нужны из труб мы будем делать домоход ну что ж ребят так как мы не заточены как говорится поймите мне поездки у нас совершенно нет ни трекинговые обуви ничего такого мы забежали до смешные цены и теперь сейчас короче берем да берем лучшая обувь довольный мишка будет в алюках ходить сейчас поедем на разведку смотреть как там вообще дела на поляне сколько выпало снега и так далее и подобное сможем ли мы завтра по их проехать туда с загруженном по самые вообще уши прицепом мы уже практически через минут 15 будем уже на полянке вот нам просто очень страшно туда ехать потому что мы понимаем что мы можем там промерзнуть до мозга костей не успеем за день построить себе дом еще и печку короче это будет приключение века я надеюсь на то что мы выживем но если что у нас будет как бы еще какой-то вариант серии там либо какую-то гостишку снять либо переначивать машине и либо в палатке с нашим отопительным прибором но мы не знаем вообще как это все будет минусовую температуру страшно очень страшно страшно очень страшно мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое как бы в елочке снежочек вообще красота вот именно такую погоду и хотелось я пойду смотреть давай так здорово ребята здесь так вот она наша полянка на которой мы хотим развернуть наше строительство там вот речка и короче говоря сюда прям заехать не так-то просто мы надеемся что с прицепом завтра с древесиной мы сможем сюда заехать на пилораму где бесплатно отдают кучу-кучу древесины конечно она нам далеко не вся пригодится но тем не менее мы решили все ее забрать ну или как можно больше ее забрать тем более что бесплатно но также мы решили взять куб а такое древесина которая пойдет у нас на каркас сейчас я вам ее покажу итак вот это самая древесина и здесь есть вот такие вот толстые штуки которые очень тяжеленькие и они как раз сделают наш каркас надежным а вот это вот вся хрена муть она бесплатно идет но мы что-то сожжем и используем как дрова бесплатные да что-то пойдет на строительство может быть полочки какие-нибудь низ и сделаем не знаю посмотрим на что у нас хватит времени а вот мы взяли прицеп вот этот в аренду он нам кусался в 1000 рублей итак мы набрали пока вот столько досок мы не знаем сколько это по весу они тяжелые мокрые сейчас будем пробовать первую партию отвозить короче говоря от этих досок мы решили отказаться потому что увидели что здесь то они вот такие а там они очень-очень тонкие но смысла его не мы хотели сделать из него каркас нашего здания но сейчас будем думать что-то другое теперь разгрузочные работы уже темно ребят так что ссори за качество видео мы вот только первую партию привезли нас нам еще за 2 ехать за балками ехать а завтра вообще нам надо как-то в 5 утра встать короче говоря у нас все как всегда прекрасно уху и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы добрались до нашей сказочной поляны Кстати, эта поляна – наше излюбленное место Мы постоянно и каждый год приезжаем сюда, но только летом Это Озернинское водохранилище Буквально летом мы были здесь, на этой поляне, отмечали наши дни рождения Да, и мы поняли, что мы ни разу вообще сюда, в наше излюбленное место, не ездили зимой Ну и решили исправить эту промашку или недочет этот Ну, во-первых, я, потому что супер тепличное растение Зима для меня – это все Это Индонезия, это Вьетнам, Таиланд и куда угодно, только не здесь Ну, а я, поскольку знаю, что Сашенька у нас любит больше тепла, чем холод И даже не предлагал ни разу И когда она мне сказала «А поехали на зимний кемпинг?» Я сначала не понял вообще смысл этой фразы Это была моя идея, друзья Мы сделаем из бочки 200-литровую печку Мы сделаем из строительного мусора, доставшегося нам бесплатно Не мусора, точнее, а грызков из спилорамы Мы сделаем домик Ну, точнее, если мы, конечно же, мы потратили Мы все-таки купили бруски Потому что, ну, как бы без брусок про все печально И надо, чтобы надежная конструкция была Ну, фундамент, так сказать Сейчас мы вам все покажем, как мы это делали А дальше пока вот продолжим Потому что сегодня, я надеюсь, мы успеем уже сделать наш дом И поставить туда, установить печку Чтобы мы смогли уже в доме переночевать Пойдем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, в общем, у нас сегодня не день, а дурдом полнейший Наш крэйзи вообще отдых, кемпинг на зимней природе продолжается Значит, мы расчистили поляну Для того, чтобы построить наш великолепный домик Повесили освещение Это заняло у нас вообще порядком пару часов, наверное, минимум В общем, чем отличается, в общем, летний кемпинг от зимнего зим... Вот зимний кемпинг, вот все делается в два раза дольше Этот костер... Спасибо, что он горит... Я растапливала, я не знаю сколько И я уверена, что он еще потухнет Поэтому я здесь Я осторожу его Я осторожу, как говорится, наш свет, огонь, тепло И вот, и Миша придумал мне вот такой лайфхак Сейчас будем его тестировать Поехали Короче, это насос, чтобы вы понимали Сейчас будет звук такой неприятный Ну, я подальше оттену Короче говоря, эти дрова Они очень мокрые И они пролежали в снегу много-много дней А может даже и не только в снегу Ну, классно, по-моему, это рабочая схема Посмотрим, как это будет гореть Так вот, значит, мы установили шатер Чтобы там переодеться Надеть свои подштанники Ну, в общем, надеть термобелье Надеть вот все такое непромокающее Мы это сделали Но это нам не особо помогло Потому что мы все равно все дубеем И временами бегаем в машину греться Вот, это наша вообще Наша маленькая крепость Ну, и классно, что есть машина В палатке мы включили наш обогреватель Который мы пользуемся летом При прохладных ночах Когда 9 градусов ночи, 6 градусов Сейчас он не особо помогает Но палатку он нагрел до 4 градусов Я проверила все на термометре Я завтра вам все это покажу Расскажу уже в цифрах более подробно Первым делом, что мы делаем при строительстве дома Это фундамент В данном случае у нас фундамент земляной И сейчас нужно разметить размеры этого дома Потому что у нас есть определенного размера тент У нас есть определенное количество пленки Из которой мы будем делать стены И вот надо это все совместить как-то Друзья, мы решили Для того, чтобы лучше забивались наши опоры Основы к каркасу дома Мы решили заострить их То есть сделать колья такие Это вот мы делаем бензопилой Чтобы ускорить процесс И Сашуля, помогай Да, я помогаю Я просто тупо так вот сижу Нет, не тупо, а очень умно Очень умно сижу И мне нравится Такая работа Короче, мы заостряем, чтобы лучше, легче вбивалось Погнали Давай Дерево было мокрое Когда лежало И замерзло в лед Поэтому очень тяжело пилиться Даже бензопилой О чем будем использовать-то, Сань, уровень? Да не знаю Нахера вам нужен? Не нужен, думаю Не И так сойдет? И так сойдет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры добавил DimaTorzok Дима, холода, одинок и я со мной Смотрят Все как будто из-за Но скоро весна Я красавец и тогда Назад белость и ноль Блин, я не помню Мы увидимся с тобой Мы увидимся с тобой весной Субтитры добавил DimaTorzok Еще вокруг В этом недавно я пела Ты сказал Дима Торзок Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вчера мы закончили на том, что ставили опорные конструкции Опорные вот эти балки Потом уже было поздно Поэтому мы не стали доснимать этот процесс Но Сашуля мне очень сильно помогла Я копала! Короче говоря, процесс ускорился значительно Сегодня мы уже обнесли весь верх по периметру доски положили И сейчас решили укрепить крышу еще поперечинами Для этого нам нужно будет посередине поставить столб Смотрите, уютненько будет Ух, печечка Дровишки трещат Вот тебе и дача Когда мы сюда приехали, эта полянка была знята Мы просто не знали, что зимой, может быть, занята полянка Летом Просто здесь очень попсовые места И много-много людей Особенно в пандемийный год Но чтобы зимой, милус 15, мы такие приезжаем И здесь стоит машина Но это так, потому что схватился лед на реке И теперь, короче, здесь трещат рыбаки И причем, вы видели, у них тут что-то даже ловится Да, и вот эти вот все следы, которые есть на речке Это не мы, это рыбаки Почему-то здесь какое-то излюбленное место оказалось Миша хотел в другом месте домик построить Но я ему сказала, что здесь более живописное место И давай здесь Но, как оказалось, зимой оно не менее, как говорится, примечательное для людей Поэтому мы немножко на виду Но нас не парит Мы решили, короче, не заморачиваться Я забыл, как там поется, Саша One horse up and sleigh Нет, нет Нас с тобой не парит А Боев Нас с тобой не парит А что это за моя песня? Про губу, Саша Раз, пи, ты, губа Ты меня докурил до окурка Только эта зима больно жалит Затянулась наша прогулка Но с тобой ничего не парит Мы парим, словно мы бесконечны Будто время над нами невластно Я влюбляюсь, но это беспечно Ведь тебе со мной быть опасно Раз, пи, ты, губы, твои Скай, цели по моей Милляри Цвет моей печали Сейчас накинул вот эти вот поперечинки Которые будут держать крышу Одни из И еще такой момент Хотелось бы отметить О котором мы не говорили ранее Что мы стараемся делать так Чтобы был уклон небольшой То есть вот эта часть у нас Чуть выше получается А дальняя часть, она чуть ниже Для того, чтобы был естественный слив Да, то есть по меркам У нас и эта сторона 2,10 И эта средняя сторона 2,05 И здесь у нас 199 сантиметров То есть везде, в принципе, нам комфортно Мы немножко наметили здесь Как у нас будет расстановка Где будет стоять мебель Где кровать, где что Но это попозже Да, кстати, ребят Что хотелось бы еще отметить Что там, где будет у нас стоять печка Мы придумали как бы щит Некий такой деревянный Это наш старый шкаф Который мы собирались выкидывать Но он пригодился нам здесь Соответственно, так как у нас пленка будет И мы опасаемся, что рядом с бочкой Эта пленка может проплавиться Мы установим здесь вот такой деревянный щит И, соответственно, здесь же выпилим Под домоход отверстие Сейчас закрепляем одну сторону Друзья, делаем подвесной потолок Получилась вот такая вот клетка И на ней можно висеть Саша, продемонстрируй Я вот висела Сейчас Так что снег Должно выдержать конструкцию Ребята, сейчас самая неприятная Ну, такая немножечко геморройная На мой взгляд, часть Это установка двери Так, наверное, лучше будет Заключается неудобство в том, что нужно Минимум сделать щелей То есть расстояние, чтобы минимальное было Потому что, ну, чтобы меньше задувало Нужно все подгонять очень четко Но, учитывая то, что все сделано криво-косо Будем откровенны И еще плюс это все на земле То есть все это еще плюсом криво-косо То вот в этом заключается такая сложность некоторая Что я сделал Я в двери выпилил отверстие Для того, чтобы Вот обычные стандартные петли Которые то ли в Аби, то ли в Леруа мы купили Чтобы вот это вот расстояние Между косяком и дверью Вот видите, вот этот вот шарнир Вот этот Он как бы создает расстояние Чтобы расстояния не было Я выпилил в двери вот это вот отверстие И теперь у нас, как бы, получается Дверь будет плотно Ну, должна плотно подойти Косяку Это первый момент Второй момент Надо, чтобы она была не перекошена Ну, вот процесс идет таким образом Ну что ж, друзья Дверь Миша повесил Я просто расскажу в двух словах про эту самую дверь Видите, она с табличкой На самом деле, это старая дверь от старого домика Которую мы еще сооружали на этой же поляне Только на той стороне И на Мишем дыре Ну, в общем, Миша, давай, вот рассказывай Что ты здесь делал? Я здесь сделал дверь И теперь мы будем доделывать коробку Таким образом Далее поставим, скорее всего, ограничитель Чтобы дверь вовнутрь Не, ну, сильно не закрывалась Короче, как нам надо, чтобы она закрывалась Ну, попробую Здесь отрежем сейчас И подгоним сюда под верхнюю балку На улице, в общем, все холоднее и холоднее Что-то вообще дубак прям Да, реально, я без маски уже не могу находиться Когда я стою и держу там балку У меня просто пальцы отмерзают Короче говоря, приключение просто века Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok